Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Первая схема – деньги перечисляются на карту одному из родителей, третья – выдаются наличными. Эти варианты обязала включить прокуратура, и именно их неправильно истолковывали. Дескать, когда деньги придут неизвестно, оплатить придется из своего кошелька. В сегодняшний момент система работает так, что если родитель признан, ну, многодетным стал, например, да, или признан малообеспеченным, он пишет вот такое заявление и сразу же получает вот эту самую компенсацию, и сразу же получает бесплатное питание. Значит, да, действительно, когда документ готовился, прокуратура указала на то, что, ну, как бы ограничивать в правах родителей нельзя. Поэтому мы должны предусмотреть вот эту вот дополнительную форму в виде там наличных либо, как бы, счетов. В данный момент схему бесплатного питания для детей не довели в девяти школах города. Сделать это обещают в ближайшее время, на дне очередных родительских собраний. По словам управления образования, помешали праздники. Помимо прочего, поднял на совещание губернаторы тему качества питания, которая теперь обеспечивает не школьные столовые, а внешние операторы. Рассмотреть ситуацию, которая вот сейчас в последней репетиции прозвучала о качестве питания. Потому что вот мы с Юлей разговаривали, ее там, да и только ее, наверное, надо сказать, достаточно большой, значит, родители тревожатся там полуфабрикаты. Тревожат то, что... Обеспечить качественное питание без школьных поваров планируют по европейскому варианту. То есть создать на территории области предприятие, которое будет производить здоровое питание для всех школ и детских садов регионов. Но это пока в планах. Андрей Творогов, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды.